Эй, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Morbid the Seven Occultists. Occultists. Да, со второй день я всё-таки посмотрел название, в последнее слово, а там Occultists написано. Короче, по сути, мы ещё с вами не полностью исследовали сад, мы же просто с вами дальше телепортнулись в город и убежали. Оказывается, здесь ещё кое-что есть, потому что у меня внизу, вот, от начала раунда, типа, локация этой закрыт не есть полностью. То есть мы ещё в этой части с вами не были, подожди, я уничтожил сферу. Да, уничтожил. У нас сейчас с вами желчевые поля. Вот это NPC, по идее. Добро пожаловать в желчеполе. Возвышенный. Всё, мы с вами в поля прибыли. Так, великая руна тревоги. О! Там этот, камешек. Со способностью. О, нифига, он на таран может брать. Неплохо. Так, благословение мне дали. Ну, мы можем, давайте, туда сходим и заберём сразу предмин, который там валяется. О, тут сохранялка есть, нифига себе. Ну, понимаете, вот проблема в том, что эти сохранялки, они не сохраняют. И мне в городе придётся всё же нам обрешать. Вот этот я моментик тоже один запомнил. Неприятный. Благословение. Что мне там дали? Учёного. Повышать количество получаемого опыта. Ага. Элитным противником и боссом. Элитные противники это... Хотя нет. У нас есть мини-боссы-боссы, элитные противники, наверное, здоровяки вот эти. Ну ладно, погнали. Ужал, чё пульли. Ну что здесь у нас может быть? В принципе, здесь может у нас быть мини-босс. Да. Не, музыканты у нас с боссом, скорее всего, будут, которые... На фортеп... Ну, и на этом играет. На пианино. Хотя нет, подожди. Вот это в городе будет? Значит, вот это на жалче поле. Хотя фиг его знает. Ну, баба похожа на кузнечик. Потому что у неё видно живот, как у насекомого. А, не, видите, тут уж электричество. Монета, здоровая муха. Блин, не засмотрелся. О, безумный хрип, камешки. Так, сюда не пройти. Так, подожди, куда нам тогда с вами идти? Почему мне тогда, типа, домох нанёс, и теперь не наносится? Скорость атаки лучше. Скорость а... А, трёшку надо уже дать. Ну, ладно. Хотя, подождите, я могу этот поставить себе. Пока место боссов. И поставить опыт. Типа, почему бы нет? Все сады я тоже потом залутаю полностью. Пробегусь, посмотрю, где что. А куда мне идти? О, нифига, тут враг. Ага, он ещё чем-то пуляется. Нифига себе. Что-то я не понимаю, куда мне идти. Да, и древесина какая-то, типа, улья. А как мне попасть сюда? Ну вот, минус интерьера. То есть здесь есть проход, но его тут как бы и нету. Типа, куда мне идти, откуда я могу знать. Сейчас кататься обожжу. Так, я вернулся. Я думаю, может где-то в ящиках прячется вот эта херня. Да нет. Да фиг его. Дело в том, что тут и пройти некуда. Типа, проход мне открыли-открыли, но... А дальше? Давайте на паузу поставлю, пока не найду где... Хотя вот, тропинка, по идее, по тропинке надо идти. Давайте, ладно, дорогу найду и продолжим. Оказывается, ребята, мне нужно в рощу Греймвальд. И там был чудик... Чудик-чудик был. Который, так сказать, нам с вами тоже не давал пройти. И он бросил пропуск. Нужно было по вот этим баночкам желчи идти. Так, не помню. Тут, кажется, ледной хрип был. А нет. Баллончик. Да, вот он. Добавил прожелось в желчи поле. Возвышенный. Все. Это второй проход на желчи поле. Просто, короче, нужно было по баночкам идти, да и все. Найс. Так, ладно, все равно мы к нам брахов еще найдем. Так, у нас туда проход. По мосту. Нифига себе. Нифига себе. Это что такое дерево? Жесткое. Таинственная, таинственная жидкость. Возвышенный. Ооо, ооо, ооо. опасная херня очень опасно два удара я мертв почему враги вот эти они сильнее чем боссы ведь это факт так ладно что по низу мне было так это херня и трубка банада так медитация так предметы только один мне нужен предмет раб привратник горна раб приватник ферн ну вот этих я не смог убить призраков я не знаю как убивать этих я еще не встречал жук преображенный когда доктор вард бург пришел в служение гул гахару ему было приказано обезвредить всех противников гахаров правда ужасающие эксперименты и увечья прислышание присылаем их мятежников доктор превращал их в безмозглых тварей таком виде они больше не угрожали режиму гахаров поэтому этих отвратительных чудовищ выпустили в желчи поле там они пост постепенно сливались с болотом питаясь гнилющими трупами ся собратьями и редко свежей плотью неосторожных путешественников достаточно глупых чтобы отправиться через затопленную чудовища метод чудовище вард бурга чудовище вард бурга отвратительная помесь людей и жаб субъект живому живому человеку вводит концертрат жабьи днк и подвергать воздействию спору тщательно отобранных видов плесени затем начать несчастного помещает в искусственную матку где в течение нескольких месяцев идет инкубации инкубация к подобному также прикрепляют дыхательный прибор вокруг которого должно было медленно расти мутирующее тело в конечном итоге заняв аппарат полностью пройдя через месяц агонии ускоренного роста и ужасающего изменения человеческих анатомий и психики из матки выходит плод огромная пульсирующая мерзость которая не должна быть ни в одном мире колючая жаба колючая жаба один из самых ядовитых тварей во всей морни из-за спокойного поведения и уверенного внешнего вида может создавать впечатление что это безобидное существо что невероятно далеко от правды если приблизиться к колючей жабе из-за любопытства случайно или с озлой мы намерены это земля водная мгновенно нападает и коллет своими шипами в одни небольшую дозу сильного яда жертва умер от токсина буквально за несколько минут и сразу после этого бессы бесславно конца на запах собирается другие жабы и устраивают пир так ну муху мы еще не встречали да так это жаба это муха личиночная матка личиночная матка развивается из огромной личинки которая прикрепляется к мертвым деревьям питаясь враг влагой и плесенью из внутренней части коры личинка растет до тех пор пока не заполнит опустевший ствол после этого огромная личинка мутирует в личиночную матку и начинает плодиться в редких случаях огромная личинка может прикрепиться к достаточно большому трупу принимая его зал полое дерево короче у нас здесь будет босс как я понимаю и босс вот эта шаба но я думал то ученые ученые будет в другой локации но нет ученый походу будет в этой локации а все но мухи какие-то слабы жабы и жабы нихера не слабые не вы так хорошо пруны руны рунами о нет пожалуйста нет хотя так я отвернулся я отвернулся почему мне урон нанес я не смотрел ему в лаз а там было сказано если вы смотрите в лаз то он на вас нападет но у него быстрая скорость атаки уместимость то есть видите здесь есть предметы которые могут вообще улучшить тебе что-то так но сначала плюет потому что ходит на атаку мне радует что могу с этой хернёй не драться вот честно это радует так лучше мне кажется отхелиться до если то что меч достает то что не нужно вот зараза так ладно отхилились для него туда как-то попасть ну либо снарядом попасть туда да видите скрытная атака убивает быстро так хорошо сейф зона о камень неплохо так ладно давайте враги муха преображенные дарьян вард бурка всегда был человеком честным и гордым но не без чувства юмора впрочем порочным однажды ночью ничего не подозревающая муха села на нос доктора выпившему здоровенную бутылку самогона и в это мгновение дариана осемило забавная идея объединить самое мелкое существо с самым крупным после черты последственных расчетов на нетрезвую голову чехнутый гений придумал формулу позволяющую скрестить дынка мухи и великана сама идея может показаться смешной но конечно конечный результат муха преображенная совсем не вызывает улыбку это знаете можно отсылку даже сделать на фильм где муха называется фильм и следа я не ошибаюсь и а и и и и но странно типа враги знаете нас не видят впритык хотя мы впритык ним подходим ок и и а даже обыкновение они примете они не сильные они просто быстро атакующие вот это вот плохо ладно тактика ясна еще один камень вообще отлично так у нас теперь их 8 не удивляет то что они враги некоторые еще нас не видят когда мы их атакуем но я могу попытаться эй чего тебе нужно в моем болоте вон отсюда ну а толстый кондер этот этот об этом говорилось да ой тихо я думал неподвижный неподвижный ну типа он на самом деле ничего такого себе не представляет сложного а а а а типа типа здесь на самом деле можно только от обычных а так и воздух все так голован то есть на самом деле он не такой же опасный а 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 это а а а как а и А не, плюёт. Беру свои слова обратно. Я пнул, он два раза не плюётся. Вопрос, для чего я сюда иду? А, ради трупа. Надеюсь, там что цены. Ну, тут много вещей. Так, что там ещё? Вот это. И на рассудок, да? Ну, они, видите, в какой-то степени не атакуют, когда ты не в ихнем радиусе. Я даже могу просто около них идут ходить, они меня не заметят. То есть, они даже странно атакуют, на самом деле. О, баланда. Давайте, сейчас он влево уйдёт, мы с вами направо сбегаем. Вот туда. Посмотрим, что там найдём. Ну, блин, на самом деле с ними вариантов нету драться. То есть, смысла нету. Так, ну, как я понимаю, я к доктору, да, иду всё-таки. Ладно, пусть так. Вот эти тупые призраки, от которых я не понимаю, как убивать их. Весь в натуре, а как их убивать? Вот они просто летают, их убить невозможно. Я пытался с арбалета, но не получается. Ну, иди отсюда. Ты можешь уйти отсюда, чтобы я статую сломал, ссыпался? А, всё, даже так. Ну, ладно. Мне же легче. Вот видите, они даже не атакуют тебе. То есть, у некоторых врагов ты становишься агрессором, а не они для тебя. Тут главное запомнить, сприт-атаки врага. И всё. О, новое оружие. Пенистый клинок ярости. Короче, как я понял, то, что я не использую, я буду выкидывать, потому что только место занимает. Так, немножечко. Так. Да, рун до херам. О, это же я вернулся там, где начало, да? Неплохо. О, и здесь я уже был. Так, подожди, тут что у нас? Ладно, давайте сохранимся и закончим. Плюс я улучшу себе камни. Либо что я там могу себе улучшить. А, ну-ка, тут вообще есть перемещение? Ну, есть только с левой части, начать, либо с правой. Окей. Ладенько, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok